В Германии около двух миллионов детей уже неделю сидят дома, а их родителям приходится нанимать нянь. Воспитатели дошкольных учреждений объявили забастовку. Они требуют повышения заработной платы. Это не первая акция протеста среди работников детсадов. Мнение сторон выслушала наш Сапкор. Четырехлетняя Франция и полуторагодовалая Адель по привычке каждое утро собираются в садик. Туда, где ждут сверстники, игры, занятия по музыке. Но вот уже больше недели родители оставляют их дома, а мама взяла вынужденный отпуск. У меня четверо детей, двое из них ходят в садик. Из-за забастовки открыли дополнительные садики. Мы пытались отдать туда детей, но там новые воспитатели. Детей не кормят горячим, поэтому сейчас они дома со мной. Эта неделя была стрессовой и для детей, и для нас. По всей Германии закрыты 17,5 тысяч садиков. Всего на работу не вышло 40 тысяч сотрудников. А около двух миллионов детей остаются дома. Проблемы родителей на этом не заканчиваются. Помимо забастовки, в сентябре должна подняться оплата за дошкольное образование. В среднем на 20%. Владельцы частных садиков отказываются возвращать деньги за те дни, когда они не работают. А про союз работников детских дошкольных учреждений не намерен отступать, пока их требования не будут услышаны. В детсадах и учреждениях для людей с ограниченными возможностями работают высококвалифицированные кадры. Это сложная педагогическая работа, и требования к ним высокие. Мы требуем, чтобы были пересмотрены тарифы зарплат для 240 тысяч воспитателей. Это одна треть специалистов, которые работают в этой сфере. Как долго продлится забастовка воспитателей, не знают даже организаторы. По их словам, она завершится, как только работодатель поднимет зарплату сотрудникам на 10%. Шолпана Иманбаева, Милослав Лавриновский, Берлин, Германия.